Привет, друзья! Здесь подоспели новости технологий. Попробуйте угадать, какие. Вот первая подсказка. Китайский Новый Год? Не совсем. Вторая подсказка. Цветение сакуры в Японии. Япония, конечно, технологичная страна, но нет. Третья подсказка. Ну, это, наверное, уже новости кинематографа. Люди в черном были, люди в вязаных шлемах. Все дело в том, что люди, создавшие чат GPT, придумали новый искусственный интеллект, который умеет генерировать вот такие видео. Нейросеть SOROS генерировала фотореалистичное изображение девушки, идущей по токийской улице. Как видите, в кадре большое количество неона, бликов и отражений. Очень хорошо проработанные детали лица и полное ощущение реальности. Только мы привыкли к генерации фото по тексту, и здесь нам подогнали новую технологию. Теперь можно генерировать видео по тексту с очень крутой проработкой всех деталей. Да, планируется вставлять метаданные в видео, которые сгенерированы искусственным интеллектом, чтобы это нам помогло отличить такие видео. Но что, если этих данных не будет? Как тогда отличать? Вообще интересно получается, для того, чтобы снять такие кадры, необходимо было бы подготовить реквизит. Нужна была бы выездная съемка, либо съемка в павильоне, плюс нужны были гримеры, нужны были операторы-постановщики. В общем, многие-многие люди, которые заняты в съемке кинопроцесса. В данном случае это все не нужно. Получается, что открывается огромное пространство для творчества. Для того, чтобы сделать похожие кадры, необходимо будет компьютер, и вы дома можете, допустим, руководствуя своей фантазией, сгенерировать определенный мир и сделать интересный видеопродукт. И это удешевляет процесс съемки, но может оставить многих людей без работы. Так что получается, что искусственный интеллект перешел дорожку не только экономистам, бухгалтерам, юристам и многим другим, но теперь уже добрался до кинематографа. Более того, получается, что книжку он уже сгенерил, сценарий написать сам может, теперь, получается, может по этому сценарию сгенерировать целый фильм. Осталось получить Оскар. Пока все работает в тестовом режиме, ищут слабые места, подключили огромное количество визуальных дизайнеров, они изучают материал, в общем, чтобы никто в суд не подал, ну и так далее. Кстати, если вы заметили, даже в предложенных материалах есть недочеты. Исчезающие объекты, объекты, появляющиеся из ниоткуда, допустим, вот эти собачки, люди, которые на заднем фоне делают какие-то странные действия, или вот эта вот женщина, которая пытается задуть свечи, и у нее ничего не получается почему-то. Зато, как вы видите, нет проблемы с руками, которые часто встречаются в генеративных фотографиях, допустим, когда пальцы слипшиеся и так далее. В общем, штука прикольная. Большее количество видео, которое сгенерировал вот этот искусственный интеллект, можно найти на сайте проекта. Ссылку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Всем пока, с вами был Сергей, канал 7 тем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить похожие новости.